Что-то говорю с памятью моей стало. Петлички забываю, но ничего. Главное не забыть вовремя поменять масло. А вот не забыл ли я поменять тормозную жидкость и антифриз? Забыл, естественно забыл. Ну а что я ее менять? Пускай работает. Но вот мы сегодня с автоцентром Фаворит проведем несколько экспериментов. Точнее сегодня будет первый эксперимент, затем уже второй. И покажем вам, что оказывается масло это важная часть. Хотя двигатель может работать без масла, если вы туда специальные присадки залили. А вот без антифриза и без тормозной жидкости машина ехать не может. Ну без антифриза понятно, закипит, без тормозной жидкости тормозов не будет. И для того, чтобы получить полноценную консультацию по этому вопросу, мы приехали именно сюда. Куда приехали? Ну, чтобы все уже поняли. Шурави. Выезд из города в сторону озера Соленое. Автокомплекс. Фаворит. Вот мы вместе посидели, я подумал. Ну с автомобильными маслами худо-бедно народ разбирается. Хотя по сути масло есть масло. Меняй почаще, следи за уровнем. И двигатель стуканет только когда горе слесарь не затянет фильтр или крышку картера. С тормозной жидкостью и антифризом сложнее. Во-первых, машина часто меняет хозяина до того, как подходит срок ее замены. Во-вторых, есть принцип. Не парит мозги и не паримся. И мы не будем делать сюжет про последствия. Наша цель донести сведения о том, что процедура замены антифриза и тормозной жидкости проста. Что ассортимент и того, и другого фаворита есть. Что замена, это то же, что и замена масла. Вот только в случае с тормозной в сумме дешевле. Хотя есть и дешевый антифриз. Сегодня я вам расскажу о том, зачем нужно менять тормозную жидкость в вашем автомобиле. Дело в том, что люди привыкли ее только добавлять. А делают замену, ну в экстренных случаях, там шланг порвался или еще что-то в этом роде. Почему ее нужно менять? Дело в том, что тормозная жидкость имеет такое свойство, как гигроскопичность. Она впитывает влагу из атмосферы. Так как система не герметична, и постоянный контакт с атмосферой происходит, и в нашей тормозной жидкости появляется некий процент воды. Что очень губительно сказывается на ее свойствах. Сегодня мы вам покажем, как это работает. Возьмем любую тормозную жидкость, новую. Мы сегодня будем проверять температуру кипения. Это основной параметр тормозной жидкости, который отвечает при том, как будет тормозить ваш автомобиль при долгом торможении. У нас есть прибор, который замеряет эту самую температуру. Вот мы взяли новую жидкость. И замеряем. Прибор показывает 240 градусов. Сейчас мы в эту жидкость добавим немножечко воды и сделаем второй замер. Воды добавил совсем чуть-чуть. Делаем второй замер. Уже, видите, добавил чуть-чуть совсем воды и показывает практически в два раза меньше температура кипения. Видите, визуально вы никак не определите тормозная жидкость хорошая и плохая, потому что вода растворилась и мы совершенно ее не видим. То есть жидкость выглядит абсолютно так же, но свойства в значительной степени потеряла. Кстати, агрегатик этот мобилен, ну устройство диагностики. Вы просто, когда в следующий раз или вообще сюда приедете, попросите проверить. И если испарина холодка пробежится по позвоночнику, то не беспокойтесь, здесь все и поменяют. И вы поймете, что эксперименты со своим здоровьем и здоровьем пассажиров вам ни к чему. Теперь понятно, да, почему люди пили тормозную жидкость. Она растворяется в воде, то есть это немного спиртосодержащая жидкость. Также люди раньше пили и антифриз, в смысле тасол, этиленгликоль, там, ну, как правило, все вот эти певцы дело свое заканчивали в лучшем случае в реанимации. Интересно, оказывается, тормозная жидкость-то вот так вот легко и просто растворяет воду, что вы даже не заметите. То есть возникает вопрос, а стоит ли экономить на своем здоровье, на здоровье своего автомобиля? Перечислю. Если вы антифриз не поменяли, а просто воду туда одолели, то что может случиться? Ну, помпа выйдет из строя. Стоит она, в принципе, копейки, допустим, недороже на иномарке она стоит, чем, там, 30-50 долларов, и идет, правда, долго. Вот, тормоза, тормоза, конечно, тут вообще с экспериментами надо завязывать, потому что разбитая ваша машина, и разбитая машина та, в кого вы въедете, и не факт, что там ОСАГО вы отделаетесь. Поэтому вот тот весь ассортимент масел, антифризов и тормозных жидкостей, он доступен. То есть если вы думаете, что что-то не найдете, то есть, здесь в фаворите все. Любая тормозуха, любой антифриз любого цвета. Ну, и чтобы понятно было, куда ехать. Выезд из города в сторону озера Соленое, круговое движение, там стан стоит. Ну, в общем, вы все здесь были. Теперь вас здесь просто ждут.